МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Такая проблема, как аденома, прессательные железы довольно распространённое заболевание у мужчин после 40. Амиома матки наблюдается в среднем у 30% женщин. О новейшем методе лечения двух важных проблем со здоровьем. Здесь и сейчас мы поговорим с доктором медицинских наук, заведующим отделением рентгенно-хирургических методов диагностики и лечения Дорожной клинической больницы имени Симашко УАО РЖД города Москвы Алексеем Викторовичем Сазыкиным. Алексей Викторович, здравствуйте! Добрый день! Большое спасибо, что сегодня нашли время к нам приехать. Итак, давайте начнём с аденома, прессательной железы. Расскажите, пожалуйста, насколько действительно распространено это заболевание у мужчин и в каком возрасте? Ну, буквально два слова про само заболевание. Аденома прессательной железы – это доброкачественная гиперплазия или увеличение размеров прессательной железы. Прессательная железа – это орган, который располагается у мужчин в малом тазу. Очень важный орган, который очень важен для мужского долголетия и здоровья. Напомню, что через неё проходит как раз начальный отдел мочеточника, и при любом увеличении размеров происходит давление мочеточника и нарушение мочеиспускательной функции, очень важной функции в организме. Доброкачественная гиперплазия или аденома прессательной железы встречается примерно у 8% мужчин старше 40 лет. С каждым десятилетием, после 50, после 60, после 70 лет эта цифра процент увеличивается. В среднем это 8%. В чем все-таки опасность этого заболевания и почему необходимо его лечить? Как любая, пусть и доброкачественная опухоль, опухоль характеризуется неуправляемым и быстрым ростом. Соответственно, при больших размерах железы, при увеличении опухоли происходит сдавление окружающих тканей, происходит нарушение жизнедеятельности окружающих тканей, органов, происходит нарушение не только мочеиспускательной функции у мужчин, но и эректильной функции. Что, естественно, приводит к серьезным проблемам психоэмоциональным, в личной жизни, в супружеской жизни и прочее. Расскажите, пожалуйста, какие вообще методы лечения простаты, заболевания простаты существуют на сегодняшний день и в чем их недостатки? Основные две группы методов лечения – это консервативная лекарственная терапия и хирургическое лечение. Коротко о лекарственной терапии. Это гормонозаместительная терапия, когда пациент принимает гормоны, которые способствуют уменьшению размеров железы. При уменьшении размеров железы восстанавливается просвет мочеточника, уходит большинство симптомов, но при прекращении лечения симптомы возвращаются. Длительное лечение на гормонозаместительной терапии тоже имеет свои побочные эффекты, которые часто приводят к тому, что человек вынужден прекратить его прием. Большая хирургическая операция по резекции предстательной железы относится к большим полостным операциям. Имеет свои недостатки, потому что полностью удаляется железа, которая несет, кроме всего прочего, еще и гормонопродуцирующую функцию. И если мы полностью удаляем, то у человека очень быстро наступает этапа старения, нарушается гормональный фон, в общем, то, что требует дополнительного лечения. То есть, по сути, этот метод очень неэффективный все-таки. Есть ли какие-то более альтернативные, современные, которые действительно имеют... При небольших и средних размерах аденомопредстательной железы используется метод, так называемая операция ТУР, трансфоритеральная резекция железы, когда через мочеточник эндоскопическими инструментами врачи удаляют, точно так же удаляют полностью железу. При средних и больших опухолях, начиная с 2009 года, в Европе начали применять метод эмболизации артерий предстательной железы. Алексей Викторович, ну расскажите, пожалуйста, все-таки о технике проведения эмболизации артерий, простаты, как она проводится и в чем ее эффективность и современность. Операция эмболизации артерий предстательной железы проводится в условиях рентгеноперационной, которая в настоящее время существует сейчас практически во всех городах России. Операция проводится путем пункции бедренной артерии, операция проводится в специальной рентгеноперационной, которая оснащена специальным оборудованием и географической установкой. Пункция проводится под местной анестезией, общий наркоз не нужен. То есть во время всей процедуры пациент находится в сознании, мы с ним общаемся, контактируем. Это желательный и требуемый результат. Нам необходимо общение с пациентом во время проведения исследования. В чем вообще уникальность этой операции? Сама процедура занимает порядка 15-20 минут. После пункции артерии тонкими катетерами диаметром 1,8 мм мы проходим до устья, до начала артерии, которые питают предстательную железу. Эти артерии, соответственно, питают расширенные большие доли железы. Наша задача подвести катетер очень близко к устью, и через просвет катетера мы вводим специальные эмболизирующие вещества. Это специальные небольшие шарики, очень маленького диаметра, это порядка 200 микрон, которые эмболизируют или полностью прекращают кровоток в данной артерии. После того, как мы убеждаемся, что кровоток полностью остановлен в артерии, которая питает железу, все катетеры, все инструменты удаляются, и пациент переводится в палату. На следующий день обычно пациент выписывается. И в течение примерно месяца, полутора месяцев после процедуры симптомы уходят. У 70-80% пациентов симптомы полностью исчезают. Из-за того, что железа уменьшается в размерах, она склерозируется, и восстанавливается просвет мочеточника. А вообще, расскажите, пожалуйста, каким группам пациентов рекомендована эмболизация и при наличии каких симптомов? Типичные первые симптомы, которые должны насторожить мужчину, как мы сказали чаще, старше 40 лет, это изменения в обычном его режиме мочеиспускания. Это то, что в течение дня ему приходится идти в туалет 10-15 раз. Часто эти мочеиспускания не заканчиваются удовлетворением и полным упражнением. Появление ночных приступов, ночных позывов, когда приходится до 3-5 раз вставать ночью для того, чтобы сходить в туалет. Это первые симптомы, которые должны насторожить, обязательно привести к пациенту-курологу, который должен поставить диагноз. Основные показания для проведения операции эмболизации артерии предстательной железы это подтвержденное наличие аденомы простаты средней или тяжелой степени тяжести. То есть то, что часто при традиционном большом хирургическом вмешательстве вызывает осложнение. Обычно это объем предстательной железы более 50 кубических сантиметров. Обычно это показания, если неэффективна лекарственная терапия в течение предыдущего полгода. Если ночные мочеспускания достигают 3-5 раз. Если объем выделяемой мочи за один раз не превышает 30-50 мл. Такие основные. Алексей Викторович, я знаю, что мы прямо сейчас, пользуясь Вашим присутствием в студии, можем для наших телезрителей, мужской аудитории провести тест на наличие аденомы предстательной железы. Я предлагаю Вам озвучить какие-то вопросы, что это за тест, когда и кто его разработал, насколько он эффективен. Существует несколько, точнее три основных теста. Все они разработаны в Североамериканской ассоциации урологов. Начиная с 2012 года активно используются для тестирования пациентов, для определения необходимости проведения операции в Европейском Союзе и в Северной Америке. Один из самых простых тестов – это тест по оценке качества жизни у пациента с симптомами нарушения мочеспускания. Вы можете сами протестировать, наши зрители могут протестировать и ответить на вопрос. Если Вы потратили свое свободное время на проблемы с мочеспускательной системой, как бы Вы могли оценить это? И оценить от 0 до 6, где 0 – это прекрасно и все хорошо, 6 – это степень ужасно. Прекрасно, очень доволен, удовлетворен, смешанные чувства, недоволен, плохо, ужасно. То есть от 0 до 6 можно выбрать. Если Ваши баллы соответствуют 3 балла и выше, то это говорит о том, что есть все показания для того, чтобы как минимум Вы пошли к урологу и провели первичную консультацию. Скорее всего, Вам будет требоваться дальнейшее обследование и лечение. Алексей Викторович, если Вы позволите, у нас есть еще в наличии 2 теста. Я предлагаю зрителям самостоятельно с ними ознакомиться и протестировать себя самим. Редактор субтитров А.Семкин Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, о сроках госпитализации до и после проведения операции по эмболизации артерии простаты. Все зависит от того, насколько подготовленный пациент пришел. В настоящее время тенденция идет к тому, чтобы снижалось кое-как день во всех клиниках. И если пациент пришел с готовыми анализами, с готовыми обследованиями, то в день госпитализации мы проводим обычную процедуру. Соответственно, при плановом спокойном течении на следующий день мы можем пациента выписывать. В среднем госпитализация составляет 3-4 дня. В среднем. Скажите, пожалуйста, какие анализы обследования необходимы пациенту перед проведением операции? Необходимы обычные анализы, которые требуются при любой госпитализации. Это общий анализ крови с обычными параметрами, которые можно выполнить в любой клинике. Нужно провести биохимический анализ крови. Необходимы тесты на инфекции РВ, ВИЧ, гепатиты В и С. Сразу скажу, что наличие или отсутствие этих инфекций не является ни противопоказаниями, ни показаниями. Просто это говорено с требованиями СанПИНа России. Также необходимо проведение ультразвука предстательной железы и данной флюометрии. Алексей Викторович, у нас в городе существует отделение клиники РЖД. Скажите, пожалуйста, жители нашего региона смогут пройти обследование первичное в нашей клинике РЖД? Да, они могут пройти обследование. В настоящее время сложилась такая уникальная ситуация, когда ведомственная медицина РЖД стала доступна абсолютно для всех граждан России, иностранцев, и всех нуждающихся. То есть любой человек имеет возможность провести обследование. В нашу клинику нам проще, когда человек поступает уже полностью обследованно, и это сокращает и койко-день, и затраты пациента. Покрывается ли стоимость операции государством по системе обязательного медицинского страхования или за счет квот? В настоящее время тарифы ОМС не покрывают стоимость расходных материалов и стоимость самой операции по эмболизации артерии предстательной железы. Однако в местных клиниках возможно проведение подготовительного обследования по тарифам ОМС. Но в нашей клинике сама операция по эмболизации платная. Скажите, пожалуйста, а какое вы используете оборудование? Чем оснащено ваше отделение для проведения этой операции? Существует приказ министра здравоохранения Вероники Георгиевского-Отцовой 2012 года, где отделения ангиографии должны иметь определенный перечень оборудования. Наше оборудование смонтировано новейшей установкой производства 2014 года компании «Филипс». Современный ангиографический комплекс, который позволяет даже проводить 3D-моделирование сосудов до и после исследования. Также мы в работе используем, к сожалению или к счастью, расходы материала только зарубежного производства. Это американские и японские компании. Но только потому, что наши отечественные компании не производят в настоящее время таких катетеров. Потому что работать приходится на сосудах диаметром или метр, или меньше. И только несколько компаний в мире, это японцы и американцы, которые выпускают эти катетеры. Сами эмболизаты мы используем американского производства, потому что они показали наибольшую эффективность. Использование других производителей часто приводит к возникновению рецидивов и повторным потребностям в повторных операциях. Скажите, пожалуйста, Алексей Викторович, можем мы сориентировать потенциальных пациентов ваших по ценам? Какова стоимость операции по эмболизации артерий простаты? Полный комплект обследования, если пациент приходит к нам без анализов, без обследования, в нашей клинике с расходным материалом и пребыванием составляет 150 тысяч рублей. Эта сумма обычно меняется в пределах 10% в меньшую или большую сторону. Все зависит от времени нахождения в клинике, от используемых препаратов и расходных материалов. Ориентировочно 150 тысяч рублей. Алексей Викторович, ориентируйте, пожалуйста, наших жителей все-таки пошагово. Как можно попасть пациентам, которым показана эта операция, к вам на госпитализацию? По любым вопросам, по поводу показаний, противопоказаний, возможно осложнения, возможным срокам госпитализации, любые вопросы, которые интересуют наших зрителей, прошу звонить по телефону либо нашей московской клиники, либо наших партнеров в Брянске, которые помогут провести первичное обследование перед госпитализацией к нам, либо писать e-mail по указанному адресу. Итак, во второй части нашего разговора предлагаю перейти к другому такому распространенному заболеванию, но уже у женщин, это миома матки. Насколько мне известно, современная медицина располагает рентгенно-хирургической методикой, которая позволяет не удалять матку, а оставить у женщины детородную функцию и при этом полностью излечить это заболевание. Расскажите, пожалуйста, вообще, как часто встречаются миома матки у женщины, опять же, в каком возрасте, при каких обстоятельствах? Вы совершенно верно сказали, что современная медицина чуть раньше занималась проблемой женщин, чем мужчин, потому что эта методика известна, эмболизация артерии миома матки, известна с 1991 года. Российским Минздравом она утверждена как методика в 1998 году, и вот начиная с этого времени, в общем-то, активно используется по всей стране. Два слова про миому матки. Миома – это точно такая же доброкачественная опухоль, которая растет и, как любая опухоль, обладает неуправляемым ростом. При очень больших и запущенных ситуациях она точно так же сдавливает окружающие ткани и приводит к нарушениям их функционирования, органов и тканей, которые находятся в малом тазу. Самым типичным, да, по распространенности, наиболее уязвимая категория женщин в возрасте от 30 до 40 лет. Порядка 40-50% выявляются впервые миомой именно в этом возрасте. В редких случаях это бывает и в 20-30 лет. В основном миома считается, что связана с нарушением гормонального статуса, снижения уровня женского гормона эстрогена, и чем ближе к периоду менопаузы, тем выше вероятность возникновения миом. Расскажите, пожалуйста, о первоначальных симптомах этого заболевания. Кто должен насторожить женщину? Женщина должна насторожить какие-то нарушения обычных менструальных циклов, появление обильных кровотечений, как мы называем, минорагии. Иногда эти кровотечения приводят к тому, что на период менструации происходит анемия, анемические изменения в крови, тяжесть внизу живота, частые мочеспускания в результате сдавления мочевого пузыря, частые небольшими порциями мочи. Это типичные признаки, когда необходима консультация акушера, гинеколога, для того, чтобы определить наличие или исключить наличие миомы. И снова уникальный метод оперативного вмешательства, эмболизация, но теперь уже артерии матки, проводится в вашей клинике. Расскажите, пожалуйста, об уникальности и эффективности вот этой операции. Точно таким же доступом, бедренным доступом, небольшой прокол 1,8 мм, мы проводим катетеры к устью артерии, которые питают патологический узел, исключая все нормальные артерии матки. Через просвет катетера мы вводим специальный эмболизирующий раствор, который отличается, допустим, от эмболизации артерии предстательной железы тем, что он большего размера. Обычно используются эмболы 700-800 микрон. Вводится эмболизат, перекращается кровоток в миому, и инструменты полностью извлекаются. Процедура обычно занимает 8-10 минут. На следующий день обычно женщина выписывается домой. Также проводится подместная анестезия? Точно так же подместная анестезия. Мы общаемся, мы, если есть желание, показываем на экране то, что мы делаем под большим увеличением. То есть нам необходим контакт с пациентом именно для проведения процедуры. А есть ли какие-то противопоказания к эмболизации артерии матки? Ну, основное противопоказание – это подтвержденная онкология, что это не доброкачественная, а злокачественная опухоль. И то существует случай, и на нашей практике они были, когда эмболизация проводится двоэтапно для того, чтобы мы закрыли питающую артерию, а дальше хирурги берут пациентку для удаления матки для того, чтобы избежать большого кровотечения во время операции. Бывает ли так, что операция проходит недостаточно эффективно и требуется повторно? Такие случаи бывают при множественных узелках, когда существует не один большой или средний узел, а множественные узелки. Мы стараемся максимально эмболизировать все подводящие артерии, но бывают спящие узелки, которые через какое-то время вновь возникают. Примерно при множественных миомах это возникает примерно в 5-8% случаев. Но при повторной эмболизации именно вновь появившихся узлов рецидивов уже не возникает. Обычно ограничиваются этими двумя операциями. Алексей Викторович, ну так же, как и при эмболизации артерии простаты, я так понимаю, что обследование первичное, да, и анализы нужны женщинам такие же, да? Перечислите, пожалуйста, еще раз. Такие же общий клинический анализ крови, биохимический анализ крови мы определяем. Обычно просим посмотреть уровень печеночных ферментов, почечных ферментов, потому что во время исследования мы вводим контрастное вещество, которое содержит йод, и бывают аллергические реакции на введение препарата. Также просим сделать тесты на основные инфекции РВИЧ, гепатита В и С. Алексей Викторович, ну в самом начале нашей программы Вы говорили о том, что как в случае с аденомой простаты у мужчин, так и у женщин, с миомой матки, существует достаточно много методик лечения операционных, безоперационных. Но вот я так понимаю, что эмболизация артерии достаточно новая и уникальная операция. Вот кто ее изобрел и насколько вообще активно сейчас наши жители, жители России, используются, вообще пользуются этой операцией? Эмболизация артерии предстательной железы впервые клинически была проведена в 2009 году в Португалии. И в настоящее время существует всего две основные школы международные по объему и по результатам исследований. Это португальская и бразильская школы. Они немножко отличаются по технике, по подходам. Это, я думаю, чисто медицинские и профессиональные вопросы. Начиная примерно с 2010-2011 года в России впервые эти операции тоже начали проводить. Это совершенно новый и современный метод, который только развивается, совершенствуется, и с появлением каких-то новых инструментариев нам это все будет ускорять и увеличивать количество... Насколько я правильно поняла, в отличие от других операционных вмешательств, практически не имеет побочных эффектов и наиболее эффективен. Как любое вмешательство, имеются свои противопоказания и имеются свои возможные осложнения. Но сравнивать большие хирургические операции и высокотехнологические малоинвазивные операции, конечно, идет выигрыш в пользу второго. Основным недостатком эмболизации является то, что это должно проводиться в специализированных, первое, в специализированных лабораториях. Второе, врач должен иметь очень хороший опыт работы, потому что приходится работать, в отличие от аорты, но на артериях очень маленького калибра. Это порядка миллиметра, меньше миллиметра. И третье, это должно быть идеальное знание анатомии малого таза, потому что богатейшая сосудистая восклюризация, и любая ошибка может дорого стоить. Поэтому все ограничивается тем, что необходим высокий представитель. Насколько мне известно, в Москве не так много клиник, где проводится подобная операция. Скажите, пожалуйста, а существует ли у вас какая-то очередность? Я так понимаю, что наверняка сейчас люди, прознав про такую методику, охотно к вам обращаются. То есть, если, например, пациент позвонил, через сколько времени, если при наличии всех обследований, анализов, он может быть прооперирован? Если человек готов, сегодня нам позвонил наш пациент и сказал, что у меня есть все анализы, которые вы назвали, и мы уточнили с ним, то мы готовы на следующий день его принимать для госпитализации, или в этот день, или на следующий мы возьмем его на процедуру. Алексей Викторович, а такой вопрос. Все-таки вы сказали, что для того, чтобы проводить такие операции, необходимы узкие специалисты в своем деле. Вы располагаете большим количеством таких хирургов? В штате нашего отделения? Ну, штат нашего отделения не такой большой. Мы имеем трех регионных хирургов. Этого вполне достаточно для того объема, который мы волняем. Три регионных хирурга по всем российским законам в год выполняют порядка полутора-двух тысяч операций. Если это количество превышается, то требуется либо вводить по закону вторую смену, либо расширять штат. Ну, а какие все-таки еще операции проводятся в вашем отделении? Я знаю, что вы специализируетесь и на сердечно-сосудистых заболеваниях. Как любое отделение регионной хирургии по стране, эмболизации артерий матки или предстательной железы, либо стентирование коронарных артерий – это один из спектров, который выполняется одними и теми же врачами, практически одним и тем же инструментарием. Поэтому, конечно, основной поток наших пациентов составляют кардиологические больные, пациенты с плановыми стентированиями для лечения эссимической болезни сердца. Также мы работаем по скорой помощи, нам привозят пациентов с острым коронарным синдромом, с острым инфарктом миокарда из Московской области, потому что мы удобно расположены на границе Москвы и Московской области. Мы готовы принять любых пациентов из вашего города с удовольствием. Ну что ж, большое спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я с большим уважением отношусь к хирургам, к людям с такой очень непростой и сложной профессией. Удачи вам, терпения, выдержки и всего доброго. Спасибо большое.